Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Кратковременные дождь и гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,2, а днем 12-14 градусов тепла. В Ужжигуте сотрудники ОГИБДД районного отдела внутренних дел провели оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием «Автобус». Цели и задачи – выявление и пресечение нарушений на пассажирском транспорте. Ахмад Халкечев продолжит. Сотрудники тщательно осматривают пассажирский транспорт на предмет изменения конструкции, а также в соответствии оснащения требованием технического регламента. По нормам на автобусах даже малого типа в обязательном порядке должны быть минимум два огнетушителя и столько же аптечек для оказания первой медицинской помощи в случае экстренных ситуаций. Проверяют полицейские еще и показания тахометра, которые контролируют режим работы водителя. Целью металлографии является выявление нарушений правил перевозки пассажиров. Чаще всего выявляются нарушения изменения конструкции транспортного средства. Добавляют личные пассажирские места не согласно ГОСТу. За выявленное нарушение по изменению конструкции транспортного средства предусмотрен административный штраф от 500 рублей на физических лиц. Ну а для должностных и юридических лиц размеры взыскания существенно отличаются и могут быть от 30 до 100 тысяч рублей. Также сотрудники госавтоинспекции дают предписание на устранение несоответствий в течение 10 дней. А в случае неисполнения РОГИБДД принимает решение о прекращении регистрации автотранспорта. Пассажирский транспорт у нас в плачевном состоянии. Поэтому цель и задача в основном для этого у нас. Оперативно-профилактические мероприятия продолжились в течение 10 дней, в ходе которых сотрудники Усть-Дегутинского районного отдела ГИБДД выявили свыше 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров. По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении. Виновные лица привлечены к ответственности. Ахмад Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Дегута. В Карачаево-Черкесию поступила новая партия вакцины «Спутник Ви». Всего 4200 доз. На сегодняшний день от коронавируса привились около 12 тысяч жителей республики. 64% из них получили повторный компонент вакцины. Своё мнение о том, насколько она безопасна, высказал врач-пульмонолог, профессор, доктор медицинских наук Борис Дауров. Сегодня на отечественном рынке три вакцины. Это и эпивакцина новосибирская, и институт о вирусологии. Я должен сказать, что наша вирусологическая школа идёт большими корнями в советское время. Одно из немногих, которое удалось сохранить, это вирусология. И то, что обыватель сегодня говорит, что очень быстро сделана вакцина, что это не может быть эффективной, не имеет никакой почвы. Вакцина сделана не на пустом месте. У нас были очень большие наработки. Осталось только эти систематизировать. И мы были готовы, поэтому оказались пионерами в появлении вакцины в нашей стране. Сегодня день смеха и шуток. Международный праздник юмора, который отмечают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют днём дураков, так как в этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать родных, друзей, коллег, близких и совершенно незнакомых людей. Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные эмоции надолго запоминаются. Только помните, что шутки на 1 апреля должны быть добродушными и безвредными. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Абазинская редакция» в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова